Добрый день! Это программа «Мнение» телеканал «Беларусь 4 Гомель». Меня зовут Михаил Садовский. В ближайшие 30 минут поговорим на актуальные темы вокруг Беларуси и внутри нее. В последние несколько месяцев периодически происходят провокации на белорусско-украинской границе со стороны сопредельного государства. В то же время по ту сторону границы возводятся фортификационные сооружения, оборудуются минные поля, выкапываются противотанковые рвы. Словом, ситуация оставляет желать лучшего. Также 24 января президент страны подписал указ номер 19, регулирующий увольнение в запас и призыв на срочную военную службу. Все это мы попросили прокомментировать наших гостей эфира. С нами на связи официальный представитель Мозорской пограничной группы Сергей Павлов. Сергей, добрый день! Здравствуйте, Михаил! Скажите, в январе в зоне ответственности Мозорского пограничного отряда на границе похитили белорусский погранстолб. Расскажите про этот инцидент, когда это произошло? Да, к сожалению, провокации на государственные границы со стороны Украины продолжаются. Один из последних случаев, это именно тот, о котором вы говорите. Две недели назад, 13 января, белорусским пограничным нарядом в ходе режима проверки государственной границы было обнаружено отсутствие пограничного знака Республики Беларусь. Пограничный знак был до самого основания выломан и унесен неизвестными лицами на территорию Украины. Был снег, дорожка следов явно указывала, никаких сомнений не оставалось, что пограничный знак был вынесен на территорию сопредельного государства. Значит, по данному факту работала оперативно-следственная группа, она выезжала на место, было возбуждено уголовное дело. По статье 339, часть 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь, хулиганство. Сергей, подскажите, а вот этот случай, он был единичный, либо какая-то систематика, возможно, проследуется, прослеживается и подобные инциденты ранее даже происходили? Вы знаете, вот такой случай произошел впервые, я даже скажу больше, он произошел впервые не только на участке Мозырьского пограничного отряда, но такого, чтобы унести пограничный знак, не было на всей белорусской границе, в том числе и западной, и южной, не было таких случаев. Были несколько иные рецензенты, скажем, вот соседний наш пограничный наряд, это пинский пограничный отряд, в прошлом году был обстрелян пограничный знак из охотничьего рулья и поврежден дробью. То есть был поврежден сам пограничный знак и щиток с государственной символикой. Но такого, чтобы полностью сломать, выломать знаки, внести, таких фактов не было. То есть это впервые? Впервые. Сергей, Госпограндкомитет сообщил, что в октябре 2022 года на сопредельной территории был повешен манекен в военной форме. Также неоднократно люди в военной форме на территории соседнего государства стреляли в воздух. Насколько вообще часто происходят подобного рода инциденты и имеют ли они какую-то систематику? Что касается систематики, ее нет. Во-первых, по моим личным наблюдениям, происходят различные провокации различного рода. Они, как правило, не повторяются, либо одни и те же происходят на участке отдельных пограничных подразделений. То есть если бы это была систематика, наверное, что-то похожее делали бы и в других местах. Но они как-то делают это точечно, абсолютно не через какие-то промежутки времени. То есть, как бы я сказал, по наитию. Что-то вот придумали, сделали. Ну, получается очередная провокация, которая ранее могла прецедентов таких и не иметь. Значит, тот случай, о котором вы говорите, в октябре месяце был установлен на территории Украины манекен в солдатской форме, в форме войска российской армии. Он был повешен на дерево. Значит, украинские, скажем так, представители вооруженных формирований назвали этот манекен Валерой. Сказали, что это русский солдат, погибший под Киевом. Ну, для чего это было сделано? Наверное, в первую очередь, для психологического какого-то воздействия, давления на белорусских пограничников. Но мы относимся к этому спокойно. Во-первых, он установлен не на нашей территории. Да, мы его видим, но ничего делать с ним не собираемся, потому что не собираемся переходить к границе для того, чтобы снимать его, осматривать, либо делать что-то еще. Ну, вот еще одно заявление Госпогранкомитета, что вот уже несколько месяцев ежедневно в темное время суток с украинской стороны засвечивают белорусские камеры видеонаблюдения лучами зеленого цвета. Были ли подобного рода инциденты в зоне ответственности Мозорской пограничной группы? И какую бы оценку данному случаю вы бы дали? На участке ответственности Мозорского погранотряда таких случаев не было. Это опять тот же наш сосед, Пинский пограничный отряд. Там действительно подсвечивают, засвечивают видеокамеры лучами зеленого света на протяжении последних месяцев. Практически ежедневно они это делают. Ну, оценка. Какая здесь может быть оценка? Очередная провокация. Очередная провокация, которая, в принципе, не выходит за рамки чего-то того, что она не наращивается. То есть подсвечивают и все. Может быть, как фактор раздражения какого-то очередного. Может быть, как факт какого-то привлечения внимания к себе. Попытка вывести на эмоцию. Попытка вывести на эмоции в том числе. Но вы знаете, что белорусские пограничники на провокацию эти не отвечают никаким образом. Мы спокойно наблюдаем, фиксируем. Собственно говоря, готовы к любому роду провокациям. Реагировать мы на них будем нормально. Скажем так, как старший брат по отношению к младшему. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Сергей, подскажите, можно ли говорить о том, что своего рода военная этика людьми на сопредельной территории уже давно не соблюдается? Ведь наверняка раньше, когда вы служили, приветствовали друг друга воинскими моментами. А теперь вместо воинского приветствия порой можно наблюдать и другого рода жесты от тех людей. Несомненно, этика как пограничная, так и общечеловеческая нарушается. Как правило, сейчас, если раньше при встрече пограничных нарядов отдавали пограничные наряды друг другу воинское приветствие. Вообще, все наше общение с украинской стороной было на уровне погранпредставительской деятельности и международного сотрудничества. Любой вопрос можно было решить. В двухстороннем порядке можно было организовать встречу на территории Украины, на территории Беларуси, решить какие-то спорные моменты, договориться о тех моментах, которые поспособствуют улучшению охраны государственной границы, и которые являются и нашей, и украинской. То теперь, конечно же, после определенных событий, которые произошли в мире, и конкретно здесь у нас, все это нарушено. Этика, обычная человеческая вежливость, это все уже забыто, к сожалению, украинской стороной. Все чаще провокационные действия, нецензурная... Как правило, это бывают люди в состоянии даже и алкогольного опьянения, ну и в том числе жесты, которые показывают уровень культуры людей, которые эти жесты производят. Своим поведением характеризуют сами себя. Сергей, подскажите, можно ли говорить о том, что на сопредельной территории находятся вооруженные люди, идентифицировать которых из-за отсутствия опознавательных знаков не имеется возможным? Да, можно так говорить, потому что именно так и происходит. Мы не уверены, что те люди, которые сейчас находятся вблизи государственной границы, являются пограничниками. Со стопроцентной уверенностью мы не можем, конечно, это заявить, но никаких опознавательных знаков, никаких знаков различия. Военная форма, ну вот кто что купил, тот кто и носит. Грубо говоря, это наше предположение, что это, скорее всего, его силы территориальной обороны Украины, ну и другие какие-то неустановленные войски в формировании силовых блоков Украины. То есть можно говорить, что... Пограничники, если бы они были, ну им, наверное, сложнее людям, которые в свое время охраняли границу, сложнее делать провокации на границе, потому что какие-то все-таки чувства по отношению к той службе, которой они отдали жизнь, у них должна была остаться. Поэтому, как правило, это, скорее всего, территориалы показывают свою невоспитанность таким образом. То есть возможно предположить, что фактически военные на той территории, ну, можно сказать, не имеют единого какого-то центра управления, то есть это разрозненные своего рода группы, да? Можно предположить. Можно предположить. Непосредственных боевых действий вблизи нашей границы не проходит, возможно, они просто ожидают отправки на фронт, в это время там тренируются, занимаются боевой подготовкой. Но очень, глядя на то, что они делают по сопредельной стороне, сомнения есть в какой-то вот обычной даже армейской дисциплине. Дано им такое указание, или это они просто так вот извятся от бесконтрольности и упиваются от такой своей собственной безнаказанности. Сложно сказать. Мы можем только предполагать. Сергей, позвольте тогда перейти к следующему вопросу. Фиксируются ли попытки разведки нашей территории при помощи беспилотных летательных аппаратов? Да, в последнее время довольно часто использует украинская сторона беспилотные летательные аппараты, не поднимают их в воздух, ведут разведку нашей территории, но, как правило, государственную границу они стараются не пересекать, потому что знают, что белорусские пограничники примут меры к, скажем так, принудительной посадке данного летательного аппарата, и он уже останется на территории Беларуси, будет передан компетентным органам. Но все чаще на линии государственной границы пограничные наряды и в пунктах пропуска, и на зеленой границе замечают беспилотники, которые поднимаются, как правило, мы так считаем, с целью разведывательных действий в отношении нашей территории. Сергей, ну вот вы находитесь непосредственно, фактически, в постоянном контакте с границей. Расскажите, как она сейчас выглядит. Правда ли, что на сопредельной территории сейчас сплошные рвы, минные поля и фортификационные сооружения? Не сплошные, местами очагово, но эти фортификационные сооружения, рвы, они есть. Что касается Мозовского пограничного отряда, это лельческое направление, там выкопан противотанковый либо противотранспортный ров, за ним насыпь из того песка, соответственно. который пошел при постройке этого рва. Значит, местами на государственной границе, как на территории Пинского пограничного, вы, наверное, знаете из массовой информации, в том числе, строится железо-бетонный забор высотой. 3-4 метра, вверху установлена егаза. Где-то на Гомельском направлении установлены деревянные ежи. Ну, то есть, местами есть. Что касается минирования, не единожды у нас тоже минировались, показывали также в средствах массовой информации, как прямо в шахматном порядке на дорогах устанавливали мины. На участке линии границы, на их стороне, также их слов заминировано, и стоят таблички, которые предупреждают, что минирование произошло. Но, опять же, мы наблюдаем за этим, эти места мы знаем. Проверять, конечно же, никто этого не будет. Это соблюдительная сторона. У себя на территории они могут делать все, что угодно. Даст Бог, закончится все то, что сейчас происходит на Украине, придется им же самим это убирать со своей территории. Сергей, интересен Ваш взгляд как профессионала. Вообще, как комплексно изменилась ситуация на белорусско-украинской границе, например, за последние пару месяцев? Комплексно. Вы знаете, с начала специальной военной операции на Украине, то есть прошел уже ровно почти год, за последние месяцы существенно у нас ничего не изменилось, но как только началась спецоперация, мы начали нести слугу в усиленном режиме охраны государственной границы, в усиленном режиме пограничного контроля. Наши военнослужащие сейчас большое внимание уделяют индивидуальные и собственные безопасности. У нас возведены также укрепления и форсификационные сооружения для защиты от случайных выстрелов со стороны Украины. Наши военнослужащие входят в бронежилеток. Значит, кардинально что поменялось? Наверное, то, что раньше не было такого количества беспилотных летательных аппаратов вблизи границы, что тоже создает определенные моменты, на которые нужно реагировать, исходя из того, что нужно. А так, комплексно, за последние месяцы ничего не изменилось. По-прежнему у нас на границе все спокойно, по-прежнему в усиленном режиме мы государственную границу охраняем и, соответственно, не отвечаем на провокации с определенной стороны. Ну, давайте теперь обратимся к работе Мозырского погранотряда. Расскажите, насколько велика и сложна зона ответственности вашей погрангруппы? Зона ответственности Мозырского пограничного отряда составляет 365 километров. Особенности участка – это, конечно же, что где-то и речные участки водные, где-то болотистая местность – это тоже отражается на несении службы. Также восьмая, девятая пограничные заставы у нас несут в полетском государственном традиционно-экологическом заповеднике, что это тоже определенная специфика. На девятой заставе у нас служат только военнослужащие контрактные службы, срочной службы там нет. И туда отвечают только тех людей, кто хочет там служить. То есть по их, собственно, желанию. Для желания туда никто не поедет. Сложности есть на любом участке местности. За свою службу я побывал на многих пограничных отрядах, пограничных группах, был в том числе и на границе. Везде есть свои особенности, скажем так, не сложнее, чем в других местах. Определенные просто моменты, которые связаны с местностью, но на пограничную службу это не влияет, потому что, как правило, пограничники люди выносливые. Они знают, для чего они идут на государственном границе, они знают, что делать, и они умеют это делать. Сергей, ну и в завершение беседы расскажите про следующее. Как реагирует местное население на происходящее вокруг? И второе. Помогают ли жители приграничных сел в вашей работе? Местное население, конечно же, обеспокоено теми событиями, которые происходят. Но это естественно, потому что все хотят мирной жизни. Никто не хочет, чтобы на нашу землю пришла война, начались какие-то военные действия. Жители приграничных сел в вашей работе полностью во всем нам помогают. У нас в них взаимодействие построено очень четко. Ежемесячно мы организовываем встречи с жителями приграничья. Наш военный оркестр приезжает, дает концерты. Ну, знаете, жители приграничья, это достаточно интересно увидеть военный оркестр, послушать их репертуар и пообщаться с пограничниками на дружеской, скажем так, ноте. Узнать о каких-то изменениях в законодательстве. В том числе мы напоминаем их, что им нужно делать и как делать, чтобы помогать пограничникам. Они всегда идут навстречу. Как говорится, границу мы должны охранять вместе. И население приграничье нам всегда во всем помогает. Сергей, большое спасибо за то, что уделили время, за то, что пришли в наш эфир, высказали свое мнение и рассказали об обстановке на государственной границе. До свидания. О том, как готовятся работники военных комиссариатов к предстоящему весеннему призыву, поговорим через считанные секунды. Оставайтесь на нашем канале. С нами на связи военный комиссар Мозорского, Ельского и Наравлянского районов Гомельской области Андрей Оршинов. Андрей, добрый день. Добрый день. 24 января президент страны подписал указ номер 19 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве. Расскажите, о чем говорится в данном документе. Правильно вы сказали указом президента 24 января 2023 года номер 19 в целях поддержания боевой готовности вооруженных сил других войск воинских формирований были поставлены следующие задачи. Это первое – уволить запас военнослужащих срочной службы и резервистов, выслуживая установленные сроки военной службы по призыву и службы в резерве, а также призвать на срочную военную службу службы в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, которые не имеют права на срочку, а также граждан призывного возраста, утративших право на срочку. И в том числе будут призваны граждане призванного возраста, которые из числа студентов первого курса, обучаясь в учреждениях образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на срочку, но их могут призвать, извививших желание, призвать на службу в резерве. Вот такие требования поставлены в данном указе. То есть правильно ли я понимаю, что благодаря этому документу уже известно, например, когда срочники со службы уйдут в запас? Ну да, благодаря этому документу, не только благодаря этому документу данные, ну как бы срок службы можно определить еще с момента призыва самого гражданина. Почему? Потому что просто указом регламентироваться, что их уже можно увольнять, а срок службы для срочников регламентируется законом Республики Беларусь, и он определяется, исходя из того, как молодой человек получил какое образование. Если там при наличии среднего образования он служит 18 месяцев, при наличии высшего образования он служит срочную военную службу 1 год 12 месяцев, а граждане, которые прошли подготовку по программам младших командиров, они проходят службу 6 месяцев. Ну и в зависимости от даты призыва считаем вот этот срок службы. Единственное, есть исключение, что в законодательстве предусмотрены те моменты, по которым граждане, ну срок военной службы не засчитывается. Это срок отбывания наказания в виде ареста, за исключением служащих, которые предусмотрены законодательством. Также срок содержания на группу акте при исполнении ареста, наложенного на служащего в дисциплинарном порядке, и срок от самовольного наставления воинской части или места военной службы, независимо от причин. А для граждан, которые проходят службу в резерве, им служба устанавливается 63-я статья закона о воинской обязанности и воинской службе. И он у них исчисляется в учебных часах и учебных годах. В чем суть? Потому что гражданин, который призван на службу в резерве, он засчитывается только в том случае, если резервист прошел все эти занятия, полностью учебный сбор, сдал квалификационный экзамен по установленным учебным программам. И тогда для граждан, не имеющих высшего образования, срок службы составляет 3 учебных года, для граждан, не имеющих высшее образование, 2 учебных года, а для граждан, подшедших программу подготовки на военных катеров, в факультетах для подготовки младших командиров, издавших установленную программу подготовки, этот срок составляет всего лишь 1 учебный год. Андрей, подскажите, известно ли на данный момент, в какие сроки пройдет весенний призыв? Да, мероприятия призыва на срочную военную службу начнутся в феврале, закончатся в мае месяце. Ну, это стандартная процедура. Ежегодно, каждые полгода мы выполняем данное мероприятие. Ну, единственное, что отчетом этого является указ президента. Совсем недавно был изменен документ, в котором указаны медицинские показания, из-за которых могут дать отсрочку от армии. Расскажите, какие наиболее важные изменения в данном документе произошли? Может быть, какие-то болезни исключили, а какие-то, наоборот, добавили? Последняя редакция данного документа, ну, это инструкция об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Она была утверждена постановлением Совета Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения 3 января 2020 года. Это номер 1, дробь 1. А изменения в него были внесены 9 июня 2020 года. Сейчас проводится определенная работа Министерством обороны и Министерством здравоохранения по внесению изменений в данную инструкцию. И в ближайшем будущем, пока документ новой редакции мы еще не видели, но в ближайшем будущем он выйдет в свет, и мы будем уже знакомиться. По опыту предыдущей призывной кампании, расскажите, как влияет то информационное поле, которое создано вокруг военно-политической обстановки, на ход призывной кампании? Информационных фейков сейчас множество. Не боятся ли призывники отправляться в вооруженные силы Республики Беларусь? Ну, смотрите, начиная где-то с 2019 года, может быть, даже ранее, против Республики Беларусь развернуто и ведется полномасштабная гибридная война. Одной из составляющих этой войны является информационная война, протекающая в киберпространстве. Ну, сегодня специально созданными Центрами психологического воздействия эти все мероприятия проводятся, и мы реальные результаты видим в своем обществе. Основными усилиями является это психологическое воздействие на определенные группы населения с целью подмены реального информационного поля на желаемое для формирования у граждан негативное отношение к действиям действующей власти, выражение недовольства и так далее. Формируется это негативное отношение путем информационных сбросов и фейковых новостей. На сегодняшний день далеко не каждый гражданин может самостоятельно определить, где настоящая какая-то информация, ну, то бишь настоящая, правдоподобная новость, а где фейк. В большинстве своем это все построено для того, чтобы воздействовать на человеческий разум, все более эти операции диверсии, психологическое воздействие, производятся массированно. Человек даже иногда теряет ориентацию, где это правда, где вот грань, где правда, где ложь. Потому что массировано через телеграм-каналы, социальные сети, тот же самый вайбер, одноклассники и тому подобное, все это вбрасывается в информационное пространство, и человек даже не понимает реальность. Ну, да, это воздействие ощущается на сегодня, но проводим мы вооруженные силы и также работники военных комиссариатов проводят определенную информационную разъяснительную работу о том, чем занимаются войска сегодня, чем занимаются военные комиссариаты, какую работу, какие мероприятия проводят. Все это мы традиционно освещаем в наших СМИ, ну, это как телевидение, печатные издания, их электронные версии, также в различных социальных менеджерах и телеграм-каналах. Вот, пример, у нас в военном комиссариате Гомельской области создан телеграм-канал ВКГО 24 на 7, и мы постоянно, ежедневно освещаем свою деятельность вооруженных сил и военных комиссариатов на сегодняшний день. Основная часть призывников относятся к мероприятиям призыва осознанно, ответственность, с пониманием значимости военной службы и также ее необходимости. Андрей, подскажите, вот буквально две с небольшим недели назад завершилась плановая сверка данных. По вашему региону, как она прошла, насколько ответственно подошли к вопросу люди, состоящие на воинском учете, и какой вообще процент военнообязанных эту сверку прошел? Ну, сверка учетных данных пошла планово организованно, должностные лица, ведущие воинский учет в местных исполнительных распорядительных органах и других государственных учреждениях и организациях отнесли соответственно. Эту задачу мы выполнили в срок. По нашему, конкретно моему военному комиссариату Морска, ЕСКО, Наравлянский район, там процент составляет более 96. К примеру, по Наравлянскому району там вообще процент достигает 99%. Ну, на сегодняшний день также мы продолжаем вот эту вот категорию, которую мы не разыскали. Мы продолжаем их розыск, уточнение учетных данных. И мы планируем, что в течение ближайшего времени завершим эту работу, всех разыщем, всех уточним учетные данные. Будет у нас все в порядке. Андрей, подскажите, в последние месяцы происходило слаживание союзной группировки войск, а также проходили и проходят еще учения. Принимают ли какое-то участие в этих мероприятиях сотрудники воинских комиссариатов? Ну, в данном случае, ну, военный комиссариат Мозовский наш участие в слаживании не принимал, потому что, ну, это не наша задача по специфике деятельности. Я понял вас. Расскажите, пожалуйста, еще тогда по следующим вопросам. Все-таки, наверное, еще один был информационный фейк. Говорили, что беларусов будут мобилизовать на протяжении нескольких месяцев. И все-таки во время прохождения сверки красные листки вклеивались. Мобилизационные предписания они называются. Расскажите, для чего они были нужны? Ну, мобилизационные предписания это основной документ, по которому военнообязанный на основании полученной у него учетной специальности в период прохождения военной службы приписывается к конкретной воинской части. И он потом в соответствии с этим мобилизационным предписанием по прибытию воинской части назначается на конкретную воинскую должность. Ну, поймите правильно, что вы же не посадите за автомобиль человека, не имеющего права на управление механическим транспортным средством. Вот точно так же и в вооруженных силах все специальности четко регламентированы, определены. Мы должны конкретного специалиста назначить на воинскую должность. Вот эту вот работу по вручению мобилизационных предписаний мы проводили и ранее. Эта работа военного комиссариата она не прекращается практически никогда, потому что это наша ежедневная работа по уточнению. Потому что, ну, как все мы, болеем, кто-то стареет и так далее. Происходит замена этих военобязанных, которые приписаны к воинским частям. Поэтому это плановое наше штатное мероприятие, которое мы проводили ранее, постоянное и будем проводить. Андрей, ну и в завершение беседы скажите, как человек военный, могут ли белорусы жить с уверенностью, что наша армия, нашу безопасность обеспечит на нужном уровне? Да, конечно, вооруженные силы Республики Беларусь обеспечивают на нужном уровне безопасность нашей страны. Андрей, большое спасибо, что пришли к нам в эфир, что высказали свое мнение. До свидания. Спасибо, до свидания. Подводим итог. Как видим, ситуация на границе хоть и напряженная, но повода для беспокойства на данный момент нет. Белорусские военные и пограничники прилагают все усилия для того, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и в безопасности, а также могли и дальше строить мирную жизнь. Спасибо, что смотрели это телеканал Беларусь 4 Гомель, Михаил Садовский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...